Как всегда в это время с вами новости Карелии в студии Андрей Раев. Здравствуйте! И в начале о главных темах. Проект, на который мы замахнулись, реально является крупнейшим за последние, сколько-то там, наверное, 50 лет. Новые соглашения в Санкт-Петербурге продолжается Международный экономический форум. Учеными замечено, что это следы 37-го размера, и чередуется правая и левая нога. Беломорск готовится к приему туристов. Чем больше петюрок, тем богаче печь. Кормит не печь, а руки. В Карелии определили лучших мастеров печного дела. В Санкт-Петербурге продолжается Международный экономический форум. Для карельской делегации это последний рабочий день. Глава республики подписал все запланированные соглашения. Какое значение они имеют для региона с места событий, расскажет наш корреспондент Даниил Филин. За три дня на Петербургском международном экономическом форуме бизнесмены, главы делегаций разных стран и регионов России подписали сотни, а то и тысячи соглашений о сотрудничестве. Но самое главное мероприятие было сегодня – пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, на котором побывал и глава Карелии. Среди тем дискуссии – возврат активов в экономику страны, повышение эффективности экспорта, развитие регионов. Отмечу, что для карельской делегации вчерашние и сегодняшние дни были насыщенными. Глава Карелии Артур Парфенчиков и президент Сигежа Групп Михаил Шамолин подписали протокол о намерениях по реализации программы строительства ЦБК «Сигежа Запад». Проект предусматривает создание нового современного предприятия и обновление действующего комбината. Инвестиции оцениваются в 178 миллиардов рублей. В регионе появится около 700 рабочих мест. Одновременно улучшится экологическая обстановка в Сигеже, наладится городское тепло и энергоснабжение. Власти ожидают повышения уровня социально-экономического благосостояния местных жителей. Проект, на который мы замахнулись, реально является крупнейшим. За последние 50 лет в Советском Союзе и в России подобного рода производство не строилось. Мы говорим про завод объемом 1,5 миллиона тонн готовой продукции. Это огромное предприятие. Почта России и правительство республики объединят усилия по развитию туризма в Карелии. Артур Парафенчиков и генеральный директор Почты России Максим Акимов подписали соглашение о сотрудничестве по двум направлениям. Улучшение качества почтового обслуживания и повышение узнаваемости Карелии как туристического региона. Предусмотрена модернизация отделений и появление модульных почтовых офисов. Глава региона также отметил роль Почты России в развитии туристической привлекательности республики. Так, посткроссинг, обмен почтовыми открытками в горном парке Рускиала, особенно во время проведения фестиваля Рускиала Симфони, уже стал хорошей традицией. А специальные выпуски конвертов, открыток и почтовых марок, посвященных Карелии, по мнению специалистов, это один из лучших способов повысить ее узнаваемость. Прекрасный, очень красивый российский край, где мы должны двигаться по нескольким направлениям. Это и приведение в порядок нашей сети не только флагманских объектов, но и объектов на удаленных, труднодоступных территориях. Артур Парфенчиков и директор известной российской компании программного обеспечения 1С Борис Нуралеев заключили соглашение о сотрудничестве сторон в области информационных технологий, а также договорились об обмене опытом для формирования эффективной системы государственного управления. Мы действительно готовы расширять сотрудничество и делать более эффективные, облачные решения по автоматизации финансово-хозяйственной деятельности, по совершенствованию образования и медицины, по BIM-системам. И мы рассчитываем, что это, с одной стороны, улучшит управляемость региона, с другой стороны, в конечном итоге, это приведет к улучшению жизни населения. Карелия вошла в топ-30 регионов в рейтинге инвестиционного климата России. Оценивались условия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В общем зачете наша республика занимает 12 место. Сегодня последний день работы карельской делегации здесь, на экспо-форуме. Насыщенная рабочая программа закончилась. Сюжет с главными итогами смотрите в наших следующих выпусках. Данил Филин, Александр Борисов, Санкт-Петербург, Служба новостей. Беломорск готовится к встрече туристов. Маршрут от крупнейшего в европейской части России скопления наскальных изображений в Залавруге до Соловецких островов постоянно привлекает гостей. В этом году после реконструкции открылся и новый павильон над знаменитыми бесовыми следками. Александра Степанова выяснила, что ждет посетителей. Более 20 лет бесовые следки были недоступны для туристов и жителей Беломорска. Павильон, который защищает петроглифы от внешних воздействий, был закрыт на реконструкцию с 1999 года. Его открытие в мае было приурочено к столетию республики. Теперь туристы со всех уголков планеты круглый год могут увидеть листы каменной книги. Название бесовыми следками связано с тем, что от главного изображения по всей скале идет цепочка из 8 следов. Причем учеными замечено, что это следы 37 размера и чередуется правая и левая нога. Интересно, что некоторые изображения, некоторые следы набиты прямо поверх изображений животных. А какие это животные? Это лесные северные олени, лоси. Интересны здесь не встречающиеся нигде больше на Белом море изображения лебедей. А также морские животные, белухи, большие, маленькие всего скорее самка и детеныши, морские звезды, тюлени. То, на что охотился человек и то, что ему было интересно. К 2023 году в музейном павильоне откроется экспозиция с интерактивной выставкой, на которой будут представлены не только беломорские и онежские петроглифы, но и наскальные изображения со всего мира. Ну и сейчас, кроме того, что мы можем посмотреть на скалы с изображениями, мы можем унести еще частичку с собой, нарисовав на специальном столе что-то из петроглифов. Например, я решила делать себе на память след беса. Еще одна группа петроглифов находится неподалеку, в местечке Залавруга. Здесь можно увидеть самое первое в мире изображение лыжников, также метровые фигуры лосей и других животных. Чтобы обеспечить подъезд к этому памятнику, до конца июля доделают дорогу к входной зоне от федеральной трассы Пушной-Беломорск. Оборудуют автостоянку. Позже возведут пешеходный мост через протоку Кислый-Пудас. А на территории вокруг древних наскальных изображений планируют построить кафе, торговые точки, гостиницу и визит-центр. Пеломорские туристы могут посетить и музей Карельского фронта. В его здании с 1941 по 1944 годы находился фронтовой штаб. Сейчас это современно оборудованный интерактивный музей, который восстанавливает события тех лет. Можно сказать, что почти каждый экспонат воевал здесь, в Карелии. Это финское противотанковое ружье Лахти Л-39. Мы видим, что оно на самом деле побывало в боях. Видим несколько пробоин, возможно, пулевых, возможно, пробоин от осколков. Интересно то, что подобные противотанковые ружья применялись финскими войсками, по названию, понятно, для поражения каких-то бронированных целей. Ежегодный Беломорский район посещает более 20 тысяч туристов. Сейчас ожидается особый прилив гостей в связи с открытием павильона, развитием инфраструктуры и продвижением внутреннего туризма России. Александра Степанова, Владислав Петров, Служба новостей, Беломорский район. В первые дни лета в Петрозаводске выбирали лучших печеников республики. Победители конкурса представят Карелию на федеральном этапе соревнований, который пройдет в июле. За работой мастеров наблюдала Виктория Швецова. За звание лучшего печеника Карелии в Петрозаводск приехали побороться мастера из Сегежи, Каливалы, Вежегорска, поселков Миллиардативный и Челна. По итогам трех дней эксперты выберут двух победителей. Они представят нашу республику на общероссийском конкурсе, который состоится через месяц здесь же, во дворе техникума городского хозяйства. Соревновательную площадку под открытым небом построили и оснастили камнерезательными станками при поддержке правительства республики. Очень радостно, что у нас все получилось. Построена эта площадка, и этого же ничего не было. Все это было сделано с нуля. Сегодня высокие профессионалы собрались, они все сильнейшие. Задание для карельских мастеров – построить русскую печь. Скорость выполнения работ здесь не главная, важнее точность и качество. Если ты сделаешь быстро, тебя не запомнят. А запомнят только тогда, когда ты сделаешь хорошо. Поэтому скорость, она здесь неуместна. Федор и его помощник Альберт оказались единственными конкурсантами, кто строит печь с печурками. Эти традиционные элементы углубления в наружных стенах издревле использовались для просушки вещей. Когда приходили в дом, смотрели, на сколько печурок печь. На две, на три, на четыре. Соответственно, и длина печи, и богатство печи. Чем больше печурок, тем богаче печь. То есть в нашей печке русской также присутствуют две печурки, с одной и с другой стороны. И все своды внутри печи выполнены в виде арок. На площадке присутствует эксперт из Санкт-Петербурга. Он приметил эту работу. Они лучше знают историю и описание русской печи традиционно. Если они это делают, значит, они это знают. Кроме оригинальности, судьи будут оценивать точность выполнения работы, соблюдение техники безопасности и порядка на рабочем месте. Ознакомятся с ответами на теоретические вопросы. Прошло три дня. Все работы на площадке уже завершены. Вот такие замечательные русские печки получились. А теперь давайте узнаем результаты конкурса. Наша съемочная группа угадала победителя. Им стал Андрей Июдин из Петрозаводска, мастер с опытом работы более 15 лет. Вместе с напарником Александром Борисовым они построили печь, которая набрала больше всего голосов как в зрительских симпатиях, так и среди экспертов. Честно говоря, победы не ожидал. Это вышло сюрпризом для меня, так как участники все очень сильные. Второе место у Федора и Альберта. Говоря, для победы немного не хватило времени. Теперь есть месяц, чтобы учесть опыт и подготовиться к российским соревнованиям. Думаю, что мы не подведем до Республики Карелия на федеральном этапе конкурса лучший печник. Серьезная заявка, Альберт Анатольевич. Спасибо вам. Будь здоровьем. Третьими стали Александр Либеров и Павел Петерсон. У них получилась настоящая русская печка. Да не простая, а с глазами, словно вышла из сказки. Виктория Швецова, Борис Касьянов, Максим Зверев. Служба новостей. Российский телеведущий проедет по карельским дорогам. В Туксе под тяжестью КамАЗа рухнул мост. В Тверской области построят карельский лабиринт, а в Петрозаводске скончался известный фитнес-тренер. Об этих и других новостях – коротко. За минувшие сутки в Карелии ковид-19 обнаружено 58 человек. Двое из них – дети. Подтвержден один летальный исход. Выздоровел 71 человек. В стационарах республики находятся 366 инфицированных. Шестеро из них подключены к ИВЛ. Российский теле- и радиоведущий Виктор Набутов отправляется в автопутешествие по дорогам Карелии. В планах журналиста – посещение карельских деревень, петроглифов, острова Кижи, а также знакомство с карельской кухней. За три дня путешественник намерен преодолеть 940 километров. В деревне Тукса в Оланецком районе под тяжестью КамАЗа рухнул мост. Как сообщается в местном паблике, за мостом живут пенсионеры-инвалиды. И теперь машина скорой помощи может добраться к ним только через поселок Ильинский. В Тверской области построят карельский лабиринт «Квест». Уникальный проект «Карелия Антай» стал победителем всероссийского конкурса «Культурный след-2021». Квест посвящен переселению карелов на Тверские земли и покажет, что из любой сложной ситуации есть выход. В Петрозаводске фитнес-центре в возрасте 30 лет скончался известный тренер Артем Прасолов. Прибывшая на место скорая не смогла спасти спортсмена. Как сообщают коллеги, у Артема были проблемы с сердцем. Несколько серьезных дорожных аварий произошло на этой неделе на федеральных трассах. Ценой необдуманных маневров стали человеческие жизни. При столкновении транспорта на большой скорости шансов остаться живым или просто невредимым мало. Ранения в ДТП, пусть и не такие серьезные, получили участники нескольких аварий на городских дорогах, где они так уж и быстро ездят. Смотрите «Дорожные хроники» Анжелы Дробышевской. Чувствовать себя безопасно на городских дорогах, будь ты водитель или пешеход, не получается. Даже если сам соблюдаешь правила, всегда найдется тот, кто будто умнее, быстрее или хитрее. И ладно бы, если карма настигает одного нарушителя, но, как правило, всегда страдают те, кто ни при чем. Сегодня очередная подборка нелепых аварий. 1 июня Первомайский-Ленинградское групповое ДТП спровоцировал тот, кто проскакивал перекресток на запрещающий сигнал. В это время с Первомайского выезжал кроссовер. В результате столкновения машину нарушителя развернула, отбросила навстречку и досталась внедорожнику, мирно стоявшему перед перекрестком. 28 мая. Лассасинское шоссе. Снова групповое. Первое столкновение произошло, когда один из участников выезжал на Лассасинское шоссе со стороны заправки. После удара одну из машин развернула и отбросила на полосу встречного движения. Там и произошло второе ДТП. 29 мая. 3.50 утра. Фрунза Черняховского. Жигули двигались во встречном направлении по односторонней дороге. Перед перекрестком машину занесло и развернуло. Далее удар в опору ЛЭП. Машина застряла на газоне. Через некоторое время водителю удалось выехать, и он продолжил движение. Но очевидцы сообщили в ГАИ. Машину остановили в 4.25 на Оланецкой. За рулем отечественной «семерки» находилась пьяная молодая петрозаводчанка. Грубила инспектором и пыталась покинуть патрульный автомобиль. Немного странностей. 30 мая. Конец улицы Гвардейской. Просто Тойота на рельсах. 2 июня. Лесной проспект. И снова два вопроса. Как и зачем? 30 мая. Первомайский проспект. Ну как? 1 июня. Октябрьский. Мурманская. Классика жанра. Левый поворот. В этот же день Ленина Куйбышева. И снова левый поворот. На городских перекрестках подобные аварии одни из самых распространенных. И дело не в недостаточном количестве стрелок на светофорах. Дело снова в людях, в водителях. Надежда на проскочу или забытые правила? Ну так мы напомним. Водители при проезде перекрестков должны быть предельно внимательны и не торопиться. Значит, совершая левый поворот, водитель обязан уступить дорогу тем автомобилям, которые двигаются со встречного направления прямо или поворачивают направо. Водители, выезжая на перекресток и совершая левый поворот, не должны торопиться, не должны выезжать перед близко идущей машиной, перед машиной, которая двигается на большой скорости. Ведь, выполняя этот маневр, не могут не успеть выехать и проехать перекресток, не создавая опасности для движения. И на сегодня это все. Берегите себя, других, и не становитесь участниками Дорожных Хроник. Отголоски пылевой бури с юга России могут дойти до Карелии, сообщают метеорологи. В первых числах июня стихия обрушилась на Колбыкию, затем на Астрахань. Как пишет местная МЧС, это уже второй подобный катаклизм в регионе за последние две недели. Тысячи жителей остались без света. Но самое неприятное, что дальше буря может легко отправиться на север, к Москве и Санкт-Петербургу. По мнению метеорологов, пылевые вихри могут наблюдаться даже в Карелии. Однако такого количества пыли, конечно, уже не будет. Ее даже нельзя будет разглядеть без специальных приборов. Хотя к тому времени ветер может и перемениться. На этом все. Эти и другие новости нашего телеканала можно увидеть на нашем сайте сампотв360.ру и в группе ВКонтакте. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok